Всем привет! Вы на канале Pennywise Place. В сегодня я буду показывать, как разводить кроликов и лис. В общем, начнем с самих азов, что для этого понадобится и где это мы еще будем делать. Итак, приступаем. Так, начнем мы с самых азов. Для этого нам понадобятся селки. И, соответственно, значит, на это нужно 18 уровень, чтобы получить селки. Кроличьи норы и лиси норы. То есть это там, где мы будем их содержать. А также тут можно посмотреть, что откроется заодно и корм для лис, корм для зайцев. Чем их будем, соответственно, мы кормить. Делается это все в стойке архитектора. Сначала мы создаем селки. Кстати, про селки хотел бы сказать, запомните, что они одноразовые. То есть, если вы их уже поставили, вы можете только разрушить. И одни селки выставляете, вы поймали зайца, соответственно, потом нужно будет еще крафтить новые селки. Итак, селки у нас крафтятся в инвентаре, а норы, где мы их будем содержать, крафтятся у нас именно в этой стойке архитектора. Там вы можете также посмотреть, какие ресурсы потребуются для изготовления. В общем, там ничего сложного нет, но медь будет нужна, это точно. Самое важное, теперь нам нужно найти лис. Вы можете их найти либо в норах, вот они отмечаются таким кружочком с головой лисы на карте, также есть такие же кролики, либо вы можете найти лис, просто бегая по карте, в принципе, это несложно. Лисы, кролики, везде находятся, вот я их уже нашла. Сейчас смотрите, как мы будем ловить. Ничего сложного нету. Они особо, кстати, не агрятся, не пугаются, в отличие от кроликов. То есть, кролик вас замечает, он сразу дает дёру. Лиса нет. То есть, вы просто к ней подходите, устанавливаете капканы. Хорошо, если вы сначала поймаете, грубо говоря, самца, потом самку, чтобы они начинали скрещиваться, спариваться и разводиться. У вас там, соответственно, больше будет ресурсов потом. Поэтому обязательно сначала парочку самец-самка, потом желательно побольше самок, соответственно, чтобы больше был прирост. Вот, по такой же стратегии мы ловим кроликов. Вот я нашла. К ним нужно только, единственное, подходить осторожно, потому что их можно спугнуть, и они, соответственно, убегут. То есть, приседаем, потихонечку подкрадываемся. Они, в основном, бегут там по своим делам. Прямо перед ними устанавливаем эти капканы, они в них благополучно запрыгивают. И в итоге они у нас оказываются в клетках. Теперь, когда мы поймали всю живку, наша основная задача просто поместить их в домики. Сейчас я покажу, как это делается. Вот, подходим, зажимаем. Нажимаем Е. Вот у нас как раз в инвентаре три лисы я поймала и кролика. Зажимаем Е, поместить животное, выбираем кролик. Все, кролик у нас уже в этой кроличьей норе. Справа здесь площадка для разведения. Мы можем смотреть всю статистику. Соответственно, главное, вот здесь вот уровень еды показан. Он обязательно должен быть выше красной метки. Их настроение тоже должно быть достаточно высоко. Зависит от того, что они именно едят и тому подобное. Но вы увидите, там несколько кормов. Есть любимый корм. Вот если вы кормите, например, любимым кормом, у них будет повышаться настроение. Но, в принципе, достаточно грубого корма. Вот где корм для животных, он третий слева. Просто туда кладете. Главное, чтобы уровень еды, опять же, повторюсь, был выше. Тогда они у вас будут разводиться. И, соответственно, вы будете все собирать. С лисами делаем то же самое. Размечить. Зажимаем Е. Выбираем, кого мы хотим поместить. Все. У нас лисы в норах. Здесь то же самое. Вот видите, здесь количество еды у меня маленькое. Поэтому мне сейчас надо добывать. Они едят рыбу, мясо. Можно корм сделать, кстати, кролики. С кроликов вы собираете потом мясо. И там будет кроличья трава специальная, которую вы можете использовать для приготовления специальной пищи для лис. Для изготовления корма для лис специального нам обязательно нужна каменная мельница. Вот. Подходим к ней. Кладем мясо. И вот как раз вот эту кроличья трава. Все. Изготавливаем. Кстати, вот этот корм, он в отличие, например, от мяса, он не портится. То есть его можно надеть сколько угодно, и он портиться не будет. Поэтому, если вы будете кормить этим кормом, настроение лис будет лучше. И, соответственно, они будут чаще плодиться, больше приносить, и больше производительность будет. А также уровень показателей еды будет гораздо больше и быстрее подниматься, если вы будете кормить специальным кормом, нежели вы будете использовать мясо или рыбу. Быстрее набьете уровень, и настроение ваших лисят будет просто замечтательное. Вот здесь я как раз покажу вам, как кормить лис. Сделали корм, добавили в целевой инвентарь, нажимаем кормление, выбираем количество еды, которое мы хотим добавить. И все, у нас уровень пищи подрос. И в зависимости от того, какую еду мы будем класть сюда, так у нас и будет расти уровень еды, которая им требуется. Главное, чтобы уровень был выше, чем красная метка. Если вы все сделали правильно, спустя время вы подходите, например, к кроличьей норе и смотрите. В производительности у вас будет выпадать шерсть, хорошая редкая шкура, кости, мясо и как раз кроличья трава для кормления лис. У лис будет выпадать там лисья шерсть, это будет уже для кормления медведей и так далее, грубо говоря, по цепочке. Как видите, сделать это довольно-таки несложно, и потом вы сможете уже, можно сказать, полуавтоматизировать процесс сбора всей шерсти, всей кожи, мяса, костей. Они всегда везде нужны будут тут. Всем огромное спасибо за внимание. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем добро пожаловать. Всем до следующего видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok